Вышли на несогласованные площадки. Всего по стране задержано около 300 человек. Численность по городам от одиночного пикета до нескольких тысяч. Затем, как акция сторонников Навального проходила в Москве, наблюдал Иван Медведев. В столице поддержать Навального, по официальным данным, вышли около тысячи человек. Неофициально сообщалось о двух тысячах. Как очевидец, я охотнее соглашусь со второй отсылкой. Людей, возможно, было даже немного больше, но не сильно. С 14 часов они начали собираться на Пушкинской площади. Затем часть митингующих начала гулять по Тверской. Полицейские не препятствовали ни передвижению, ни скандированию лозунгов, ни демонстрации транспаратов. Единственное, правоохранители отогнали протестующих с постамента памятника Пушкину. Ну и задержали самого Навального и нескольких его сторонников. В остальном все было очень миролюбиво. К слову, с обеих стран. У многих оппозиционеров в руках были цветы. Они дарили их полицейским, те вежливо отказывались принимать подарок. Я просто хотел сказать, что я очень надеюсь, что сегодня день для вас пройдет спокойно, без эксцессов. Я понимаю, что не санкционировано. Я надеюсь, что люди разойдутся спокойно. И то, что у вас здесь будет лучше. Я очень надеюсь. Вы тоже надеемся. Я в любом случае оставлю цветок здесь. Так или иначе, от задачного дня. По составу подавляющее большинство молодежь. Причем, если раньше средний возраст участников составлял от 17 до 22 лет, то теперь, кажется, на митинг пришли юноши и девушки еще мало. Нас сегодня сюда привело желание стоячее права на свободный выбор, который прописано в Конституции все-таки. Конституция – это главный законоправил, в котором живет страна. Уже у возраста не участвовали, я этого возраста пока еще... Всего возраста еще нет, но уже надо отставить свою гражданскую позицию, потому что нам дольше всех жить в этой стране. Если бы нам цену придется голосовать, все скоро. Мне 15 минут. Опрошенные бизнес-фм политологи оценили акцию так. И непровальная, и не успешная. Случилось то, чего от нее ожидали. Говорит директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Навальный не вышел за пределы того узкого круга двоих почитателей, который у него отформировался еще год назад. База его поддержки не расширилась, и Навальный продемонстрировал. Но в целом, пока, думаю, в рамках президентской компании не игрок. Может быть, ситуация изменена в марте, потому что в марте уровень недовольства населения возрастает, в своей лояльности власти падает. Но для этого все равно необходимо искать какие-то новые прорывные идеи, и откладывается впечатление, что Навальный даже не только не может искать таких идей, а просто не хочет. Акцию протеста в Москве активно освещали иностранные журналисты. На сайтах BBC и CNN вечером в воскресенье тема висела на первой странице. На BBC показали момент задержания Навального, видео того, как сотрудники полиции пришли в офис ФБК, и несколько кадров с митинга в Петербурге. На сайте CNN опубликовали небольшое интервью с Навальным, и коротко рассказали о событиях на Тверской, дав официальную оценку численности акции от МВД. Фото выборной CNN для иллюстрирования московского митинга смотрелись масштабно. Однако под снимками было написано сотни демонстрантов. Иван Литведев, Бизнес-РВ. Важнейший день в жизни российской элиты. В понедельник американский Минфин должен опубликовать список отличных бизнесменов и чиновников, которые могут подпасть под новые санкции. Так называемый Кремлевский доклад держится в строжайшем секрете. Зато известно, что россияне уже наняли американских лоббистов, чтобы предотвратить негативные последствия, какую сумму они могли на это потратить и каковы настроения перед публикацией черного списка. А в этом уже утренем афия Бизнес-РВ пока в другом теме. Российское судно «Восток» с 20 рыбаками до сих пор не найдено. Поисковая операция в Японском море идет уже пятые сутки. Вне зависимости на корабли авиации, в частности, два самолета Амфибия Би-200, по последним данным обстоятельствам на 40 тысяч квадратных километров. Судовладелец «Восток» Канислав Мальчевский сообщил, что в районе поиска ухудшается погода. Сигнал аварийного радио-бой с «Восток» поступил утром 25 января. Сверя с экипажем не было. Затем перестал работать аварийный бой. В тот же день спасатели обнаружили два спасательных жилета, рвой, мусор и раболовецкий бой. В субботу были найдены два плота, но людей на них не было. Основная версия трагедии, по мнению специалистов, сильное обледенение, оно делает суда неустойчивым, приводит к серьезному хрену. Уже на следующий день после ЧП эксперты говорили, что живых вряд ли удастся найти. До каких пор подвестись поиски? Может, заявил «Бизнес.ФМ» гендиректор компании «Балдспецфлот» Андрей Шпигин. Даже если люди погибли, то, естественно, мы хотим хотя бы получить дела, хотим их сохранить на человеческих до тех пор, пока не будет. Хотя бы обследовать вот тот квадрат примерно, с учетом микровок, с учетом лечения, с учетом там волновой нагрузки, соответственно, конечно, войски-то должны продолжаться. То, чтобы у вас последних жилетов нет.